Довольно сложно в центре, в котором продуктов питания должно быть очень много, вам показать лучший результат. Лучший результат для меня, это стало бы по-домашнему. Потому что я здесь питаюсь, и мне всегда это нравится. У меня здесь никогда не бывает изжоги, мы уже дружим достаточно длительное количество времени. То. Но возникает вопрос, а как бы привлечь людей и сделать еще немного по-другому? Потому что здесь также другие конторы открываются, что-то придумывают новое, что-то придумывают интересное. Не всегда это, естественно, вкусно. Тут недалеко банкетный зал есть, который должен был бы работать, но, видать, там что-то совсем сложности. То есть банкетный зал такой хорошо, но не всегда, не для каждого. Давайте зайдем попробуем. Новинки, насколько они хороши? При всем богатстве выбора, а выбора-то здесь много, фастфуды в пределах 500 метров, банкетные залы, ресторанов. Их хватает. И у каждого свои цены и блюда разные. Как уйти от изжоги? Как порадовать новинками? Как работать на всех и на тех, кто в жизни не научился готовить? Ну как? А вот так. Все это есть на Ленина 90, в столовой по-домашнему. Во-первых, у меня возник вопрос. Как я вам продемонстрирую продукты питания, если практически места и нет? Везде студенты. А это значит, что они здесь кушают. Кушают. Вы понимаете? То есть ценники для них. Вот это четко. Четко-четко. И это ориентированность на тех, кто получает и стипендию, и пенсию. Такие вот дела. Теперь вопрос другой. Весьма интересный. Весьма. Не надо быть странным, но здесь есть все в наличии. Не понимаете? Любое ресторанное блюдо здесь есть свежее и готовое для вас. Не визжайте? Все, что в ресторане есть здесь. Все. Вот так вот. Такие вот новиночки в столовой по-домашнему на Ленина 90. А еще. А вот еще. Вы хотели шашлык без шашлычной наценки? Так что сюда, господа и товарищи. Люля, кебаб, изумительно приготовленная курица. Я, конечно, зная цены на рыбу, хочу ее испытать. И вы знаете? Нет. Шизы. Ресторанное. Нет и все. Все из ресторанов дешевле в разы. Так зачем они нужны? Если есть столовая по-домашнему на Ленина 90. Мне говорят, это новинки. Я говорю, да, новинки это и есть. Какие новинки? Я очень-очень долго ходил и думал, что мне нужно купить. Потому что я знаю столовую по-домашнему. Это всегда был идеальный вариант самой качественной пищи. Но сегодня, сейчас, когда я пришел на Ленина 90, я понял, что здесь очень много чего поменялось. Очень много чего поменялось. И в действительности то, что я сейчас буду пробовать, ну, за исключением одного, двух, трех блюд, я не ел вообще в этой столовой по-домашнему. Что это такое? Мы не будем говорить про салат искровых палочек, хотя давайте ее попробуем. Потому что моя супруга умела это делать. Я сейчас попробую, насколько это было бы здесь вкусно. Да, надо ее отролить сюда, в бывшую. Да. Что такое дальнейший вариант вопроса? Это, естественно, борщ. То есть, ну, вы понимать должны, что идеальный вариант это солянка. Ну, и солянка, и борщ здесь обладают удивительным ароматом. Теперь, что дальше? Вот этого я вообще не видел. Да. Третье блюдо, ну, третье, четвертое блюдо я видел вообще вроде свои, а вот этого нет. Так, попробуем его надкусать. Да. Да. Это кручка. Да. Таких вещей здесь никогда нельзя было ощутить. Я их ощущаю и говорю, что идеальный вариант это вам сюда прийти и попробовать. Да, вот так вот. Сейчас еще разочек будет то, что я ел бы раньше, но не знаю, насколько это сегодня и сейчас. В принципе, я сам дома жарю минтай. Мой минтай с такой вкуснейшей закуской, которую вам приготавливают специалисты экстра уровня. Сегодня сейчас мы говорим о том, что экстра уровень работает и здесь. Супер, супер. А вот теперь меня интересуют шашлык из курочки. Да-да-да-да-да, здесь нести он. Не так часто это у вас получается, да, что вы могли прийти и купить лучший вариант. Так вот, зайдя в столовую по-домашнему, на ленина 90, вы покупаете то, что вам употребляет. Но есть и другие штучки. Я не так часто пробую. Ну, тогда мне дают пирожочек с чесночком. Я понимаю, это то, что должно быть. А под пирожочек с чесночком у нас придет то, что мне всегда нравилось. И как это здесь делают, я понятия не имею. Но делают это просто изумительно. Ого! Стомленная горбуша. Ну, по вкусу, это точно такая стомленная... Тогда была не горбуша, естественно. Тогда была семга. В Москве. Ну, как уж я это делала. Все. На первой пентровской ассамбле. Это был изумительный вариант. Теперь то же самое, и с тем же категорией, и здесь. Да. Вот это да-да. Вот это вообще не было. То есть, что это такое? Это люля-кебаб. Причем, это настоящий люля-кебаб. Ммм. Да, как же прямо. Зачем куда-то белить? Объясните мне. Зачем есть шашлык? Когда-то можно делать здесь же. Ммм. Я даже кое-что роняю. О! Безумное удовольствие. Но это никто здесь не пробует. Потому что это поджарочка у нас. Ммм. Да. Я хотел и объясняю. Ммм. Вы, наверное, думаете, что на него возможно сделать ароматное удовольствие. А поверьте мне, если вы хорошо сварите и отработаете свеклу и морковку, по удовольствию, это будет явно ничуть не плохие. А это даже, может быть, вкуснее, чем картофельное пюре. Да. Ну и, естественно, здесь идут драйники. Драйники добавляю и съедаю. И съедаю. Ммм. А все это вместе с той самой идеальной закусочкой. Ммм. Да. Это будет чуть позже. Но вы должны понять новое качество жизни. О качестве жизни и вообще. Конечно, это может быть немного других действий. Но вы посмотрели, да? Что, в принципе... Вау! Вот это сейчас будет вкуснейший вариант. Что такое? Это чай. Своеобразный. Новый чай. Идеальный чай. Ммм. Да. Отличный чай. Изумительное удовольствие. Но в начале сюжета, да и в конце, вы посмотрите, что здесь спокойно ходят студенты. Вы должны понимать, у студентов, конечно, денег не столько много, сколько у вырослых мужиков. Но и студенты здесь кушают. То есть мы все-таки ориентируемся столовой по-домашнему как предприятие, ориентированное на всю категорию людей. Всю. Ну, пожалуйста, приходите, кушайте. И даже если у вас немного денег, то всегда можно купить то, что можно реально покушать нормальный студент. То есть обед качественный, ровный здесь начинается от суммы 120 рублей. Качественный, ровный обед. Так что приходите и получайте максимальное удовольствие. вот этого удивительного и качественного объекта, который располагается на 90. Кстати, здесь очень много других столовых. И почему здесь кушают в большом количестве. Хорошая тема. Я вот тупил. Я реально тупил. Я просто тупил. Как по-другому еще можно было сказать, что я не знал, что мне перекусить то. Потому что много того, чего я не видел в природе своей. Я, конечно, понимаю, что рыбу они готовят просто на очень даже хорошо. Очень даже хорошо и очень даже вкусно. Но остальные вещи, как они готовят, я попробовал и вкусил то, что мне очень сильно понравилось. Я решил, а давайте все-таки сделаем шашлычок. Шашлычок у нас бывает разный. В данном конкретном случае был люля-кебаб. Это стандартный шашлык. Это вообще сделано что-то красивое. Это большой ароматный вариант. То, что стоит где-то больших космических денег. Здесь он больших космических денег не стоит. Вы вполне можете его себе взять. Но у нас очень хорошо еще делают шашлык из курицы. Так вот, какой здесь шашлык из курицы? А это было просто изумительное удовольствие. Как слово, все то, что я попробовал. Это и есть новинки. И все это дело меняется. И вы даже не представляете, сколько продуктов питания есть в природе своей. Ради прикола вбейте все, что вы можете, приготовите с той же самой свинины. YouTube у вас есть. И интернет тоже. То есть это же надо понимать, что все умеют готовить. Умеют готовить хорошо и качественно. Только кто в городе Магнитогорске готовит хорошо и качественно? Я считаю, что повара, которые работают в столовой по-домашнему, это делают на изумительном уровне.